По предальному в Артбургский замок был заложен в 1067 году Торнинским графом Людвигом Пригуном. Это любезное имя связывается с одной легендой, которая рассказывает, что граф был заботливый мужчина, которая была замка. Он вращал эту проблему тем, что убил ее мужа, жил сына в доме. Но распуфелье не стало известно, что его отставали, посадили в тюру в замке Гейпиченштайн. Он сидел там 8 месяцев, после этого прибыли за окна, и он пока не спасался, потому что в одном речах утечала река, в зале, и побежал вперед. После этого его на с вами Людвигом Пригуном. Его резиденция находилась на расстоянии 40 километров от города Айзмага. И, может быть, однажды, приходящая оттуда, обнаружила эту скорую для себя. Вот. И он был тоже освещен красотой понимания здесь. И он уже хорошо в нашем мире развлекает торговые, такие важнейшие торговые дороги, которые ему дали возможность присваивать важнейшую торговую поршню. Вот так. И в виде этого в 1080 году письменно упомянутого замка, значит, Людвигеры создали передового окона, это на северо-западном наружке Куринского леса. Но Булда Билдвигера сделала в обущественной силой перед первым очень мудрое по этим самым учений графа. Вот так в 1130 году с ним Людвига присвоили звание «Анграфа». Этим он был назначен женским представителем короля. К сожалению, наименование помещений, которые находятся в этом здании, вы не знаете. Значит, им дали новое название «Подвижный фреймин-эвентуал» с функцией только после реставрации. Это было по второй половине 19-го аптекса. Подвалный этаж с конечными, старый двор в замках, трапезный зал, верхний парадный зал и легко достигание от этого помещения. А на стороне 2 раза в этой семье находится узкий проход с мадровыми щелями. Понимаете? Да. Да. Так и все эти пункты – это вот это того, что может быть. Эта комната была использована для снахождения мужских жителей заново. От этого, да. От этого и значительное именование «Ангинцовский зал». «Ангинцовский зал». Да. Вот эта комната, значит, тем помещением, которое мало изменилось через слово. Поэтому оно представляется, представляется как памятник поздно-романского стиля вот тогда. Вот так, вот, вы видите, комната квадратная. Поэтому, как потолок, эта комната получила очень длинный, простой слой. Они отменяются на шелых актов, которые кончаются, вот это называется, калочные колонны. Да. Вот. А нагрузку сводов поддерживает эту короткая стильная колонна, украшена, это называется, как Италия. Вот так, декорация. Вы, да. Вы, да. 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 Анатолий. Анатолий. Да. Анатолий. Да. Анатолий. 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 или Шира, или, значит, доследовательная герцогиня Мария Павловна, которая была здесь, она жила в Вайбаре, но консиденция была здесь, в Санкт-Петербурге, или как Александр, он был сыном, да, Мария Павловна, и, например, великолюдные русские писатели, как Лев Столслов или Сургенев, и они тут и делают такую историю, потому что во второй главе 19-го, вы не можете сделать его с Сургенев. Да. Вот его аппетит, или командантная машина, в том числе, да, тоже существо, изгласники. Вот с одной стороны, может быть, это звучит так патетично, с другой стороны, это очень важно, потому что в таких моментах Сургенев становится живой, да? Если у вас в вопросе здесь, значит, комната такая скромная, потому что это комната повеньшая, мысшая стерили, но это и так, а комната женщины. Это щит, деревянные, один щит, примерно 14 килограмм в месяц. Это герд, да? Да, но это не герд, потому что это же из коллекции там Гавань, поэтому из разных регионов. И только из Германии, из Италии, из Франции, да. Политет очень богатая. Все понятно. Да, спасибо. Ну да. А сунду? Там сунду. 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 Да. Они вообще развеют, уже прошли, они еще. Да. Они все же еще не хотят. Да. Ну да. Вот, шкаф, он не тушит, а вот этот даток. Который были немножко подвесили. Да. Как сделали? Как сделали шкаф? Или ставили один цифр на два цифра. Красный. Да. Так и соря. Вот, да. Все просто.